Привет всем соло-мамамам, или как нас ещё в народе называют, мамы-одиночки. Это видео будет о нас, для нас, про нас. Безусловно, растить ребёнком одной – совершенно нелёгкая задача. И здесь важно не питать никаких иллюзий. Мы прекрасно с вами понимаем, что все те заботы, и вся та работа, которая в парах, в браке лежит на двух родителях, в нашем случае всё на наших плечах. Мы вынуждены и готовить, и ходить в магазин, и ходить в школу, быть ребёнку мамой, папой, быть плохим копом и хорошим копом. И всё это, безусловно, очень сложно. Но здесь, наверное, и даже не наверное, абсолютно точно, важно принять тот факт, что это так и есть, что наша семья отличается от тех семей. И, кстати, вот этот вот факт помогает женщинам перестать в каждом мужчине видеть потенциального папу. Как вы знаете, мужчины это чувствуют, очень быстро убегают из таких отношений. И при всей вот этой вот сложности, я думаю, что последние 3-4 года нам стало ещё сложнее. И здесь огромную роль играют социальные сети. Я предлагаю сегодня сбросить, вот просто взять и сбросить с наших плеч часть вот этого груза. О чём я говорю? Всё больше и больше я вижу женщин, также и на личных сессиях, которые находятся в огромном стрессе, которые воюют с собой, воюют дома. И всё только потому, что они построили в голове идеал. Идеал мамы-одиночки. Я сейчас говорю о тех мамах, всегда всё успевающих, шикарно выглядящих, у которых с детьми всегда всё в порядке, и детки не болеют, и учатся прекрасно, и социальных сетей. Инстаграм, фейсбук. Огромное количество вот этих вот мам, которые просто невероятные, какой-то вот нам задают уровень. И мы, женщины, смотря на это, мы спрашиваем, ну а что со мной не так, почему я так не могу? Давайте вспомним о том, что вот эти фотографии, которые выставляются этими женщинами, это только 0,00001% их жизни. Я не хочу сказать, что все они обманывают, и что всё совсем не так. Но очень мало, очень мало. Я знаю только парочку женщин, которые растят детей самостоятельно, и выкладывают и ту другую часть жизни тоже. Но и тогда всплывает, что им тоже нелегко, они тоже с чем-то борются, они тоже о чём-то забывают и так далее. Давайте помнить о том, что каждая из нас может взять детей и сделать одну шикарную фотосессию, и потом месяц выкладывать эти фотографии. Ко мне приходят женщины, и в процессе выясняется, что их стресс именно от того, что они задали вот эту модель из социальных сетей, и пытаются ей соответственность. И когда мы находим, в чём причина, я часто слышу вопрос, Татьяна, ну у вас же получается, вот у вас же всё классно, вы всё успеваете. Нет. И у меня не всё получается. И я не всё успеваю. Иногда я жертвую временем с ребёнком, чтобы сделать свою работу. Иногда бывает так, что я что-то забываю, что-то пропускаю. Мы все живые люди. Давайте помнить, что мы все живые люди. И если что-то в социальных сетях, кто-то в социальных сетях выглядит шикарно, и всё у них здорово, давайте не будем забывать о том, что это не вся их жизнь, и что мы не должны ни на кого равняться. У нас своя жизнь. Я очень вас прошу, сейчас, когда закончится это видео, вместо того, чтобы дальше листать социальные сети или пойти на кухню чем-то заняться, задайте себе вопрос. На кого я равняюсь? Почему я на кого-то равняюсь? Чего мне не хватает? Как я могу подправить вот эту часть, если меня это не устраивает? И как мне перестать стремиться к вечному идеалу, которого невозможно достигнуть? Я вас прошу, с этого момента, когда вы вдруг поймали себя на мысли, что вы сравниваете себя с кем-то из социальных сетей, только задайте себе один вопрос. Сегодня я та, которая была вчера, или немножечко лучше? Начните сравнивать себя только с собою. Что нового вы узнали в этот день? Какие знания, возможно, вы получили? Возможно, вы больше времени с ребёнком провели. И даже если это не так, даже если по сравнению с собой вчерашней вам кажется, что вы не выигрываете, это не должно вас расстраивать. Просто задайте вопрос, а что я завтра могу сделать иначе? И, возможно, тогда, когда вы перестанете сравнивать себя с няшками из социальных сетей, вы станете счастливее. Вы перестанете куда-то бежать. Вы начнёте по-настоящему жить, больше проводить времени с детьми. Ну, на этом, пожалуй, всё. На такой вот проникновенной ноте. Пожалуй, всё. И помните, что социальные сети – это только социальные сети. Жизнь, она здесь и сейчас. Живите в ней. Наслаждайтесь ею. На этом, пожалуй, всё. Пока. Субтитры подогнал «Симон»